Продолжение следует... То есть это изи, изи ЛБЗшки вообще, которые просто существуют на всех видах техники. Это, как вы можете заметить, стоковая 34-ка. И видите, я, то есть, иду по стандартному маршруту СТшек. Вот, думаю, что сейчас... А, да, что же нам нужно сделать-то? А сделать-то нам нужно, в общем-то, взводом раздамажить, то есть уничтожить три машины противника. И лично, либо суммарно, опять-таки, взводом нанести там на полторы штуки домашки. В принципе, это ЛБЗ, на этом танке выполняется изи и соло, как бы. Но просто, знаете, такой был кайфалом уже играть, что я решил, да и хрен бы с ним, пусть будет. Вот, то есть, если вдруг я что-то и не доберу, то я потом в конечном итоге всё-таки кого-нибудь приглашу во взвод. Если примут, то, как бы, может быть, даже что-то и выполню. Так, вижу, я ёлочку струляю, но только попадаю ей по гуслишке. Плохо-плохо, Мариторус, стреляешь, как бы. Ой-ё-ё, опачки, какие! А ведь могла бы и сваншотить, откровенно говоря. Не раз и не раз бывало такое, когда ФВ-304 просто уносило меня в ангар. Так, вижу, я Матильду, но не буду я на меня отвлекаться, потому что пушка-то всё равно не опускается, и я спешу помочь нашему М-4-му. Так, троллю, троллю, я стерву, 74-ю. Но, блин, тут, как бы, не понял, не понял моих положительных мотивов, как бы, 30-ю. М-4-ю, и поэтому ушёл в ангар. Так, ну, только что заблокирована броня, я был на 150, а тем не менее, 148 от меня отвалилось. Ай-яй-яй, и ещё один выстрел. Ай, промах-то какой-то, шо же я так косо-то струляю, а? Так, на гусле от меня, в общем-то, рикошет и в ангар, стерва, в ангар. Ну, так, дальше проходим, проходим под мосток. Троллей тут нет. Ну, смотрю, троллей нет, никто не троллит. Ладно, движемся, движемся мы вперёд. Вижу я ФВ-304-ю, вот её-то и нужно отыметь практически, потому что она, собак такая, мне нанесла первый дамаг. Раздамажила практически, так сказать. Блин, какая стоковая 34-ка медленная, просто пипец. Ну, на самом деле, хоть она и медленная, но имбовый, имбовый танчик, потому что если вы, в принципе, ну, хотя бы чуть-чуть умеете играть в World of Tanks, 34-ка вам поможет. Ну, если не нагибать, то выходить неплохо из многих ситуаций, как бы. Так, ну, давай, умирай. Ага, отлично. Второй фраг. Ещё один бы мне остался, и, можно, было бы половина задания уже, как бы, выполнена, было бы соло. Но вот она. Вот она, вот она кое на чём намотана. Но, к сожалению, не достаётся она мне, потому что уходит в ангар раньше. Эй, практически все противники уже закончились. Давай, слушайте, ребят, может вы вылезете и уже подтолкнёте свой танк, а? Ну, что он так, блин, медленно ездит? Так, я понимаю, что, в общем-то, как бы, наверное, я самостоятельно это задание не выполню, поэтому кинул приглот тем танкам, у которых побольше всего фрагов. Ну, я думаю, что у них, соответственно, и побольше всего ХП набито. Так, ещё один противник в ангар ушёл, и... Да что ж ты так безбожно мажешь? Так, ну... И спасибо нашей арте, она приняла всё-таки приглоз, что позволило мне, в общем-то, выполнить и основные, и дополнительные условия. То есть на арте тоже был какой-то, ну, как бы, набито ХП. У меня 832, кстати говоря, 2639 по ВИН-8. Вполне-таки ничего, так нормальный результат. И, в общем-то, на арте остаток был и добило мне, и выполнено эти условия. То есть и основное, и дополнительное. Поэтому всем, кто смотрел, делайте так же. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, как вы прошли это ЛБЗ. Ну, и всем удачи, всем пока, и до зустрича. Субтитры сделал DimaTorzok